Песня моя, песня, радость ты умножишь, и как добрый месяц ты мне поможешь. В исполнении вокально-инструментального ансамбля «Россы» звучат песни советских авторов. Репетиционная база в Доме культуры Станицы Гостогаевской, здесь все профессиональные музыканты. Так просто не бывает, конечно, сыгрываемся, какие-то вещи, песни сложнее, какие-то немножко попроще в этом плане, в плане основы. Секрет в костном мозге в нашем, как говорится, в руководителе. Бессменный руководитель, заслуженный работник культуры Кубани Николай Фалько. С девятого класса начал играть на танцах. Это было в середине 70-х уже прошлого века. Потом армия, потом времена, когда живые гитары вытеснила была электроника, но 10 лет назад станичники решили доказать, есть песни, которые не стареют. Мелодичность раз. Это же в советские времена. Тогда были худсоветы, тогда просто песня не могла пройти вот так вот, как сейчас. Всякая бельберна может пройти смело. Тогда были худсоветы, которые смотрели, отматривали тексты, музыку, сидели композиторы, которые... Сейчас бы вот 75% тех, которые сейчас поют на эстраде, они бы в советское время не попали на нее. За плечами у гитариста Максима Савельева училище и консерватория. Три сына Николая Фалько окончили музыкальный колледж в Краснодаре. В классе шестом-седьмом, когда это было престижно, как бы, модно, да, взять гитару возле костра со всеми ребятами, исполнить песню какую-нибудь красивую. И оттуда и пошло. Самый старший Максим на пути из Сочи. За клавишными Николай Фалько младший. По его словам, когда в семье все играют и поют, слышишь это с детства, начинаешь фактически этим жить. Коллектив, по сути, вторая семья, объединенная общей идеей. Доверительная, довольно-таки, остановка, что никто никого не стесняется, все говорят все то, что думают, и, как бы, от этого проще работать. Никто не зажимается, никто, как бы, свой голос не утаивает. Если кому-то что-то не нравится, все идет откровенно, открыто. В репертуаре Россов более 60 песен. На высококлассных инструментах в современном звуке ретро, как часто говорят в таких случаях музыканты, качает. Когда бывает, люди встают и начинают стоя подпевать и аплодировать. Вот это классно вообще. Идет обмен энергетический с публикой, то есть на одной волне становимся. И вот это вдохновляет, конечно, на будущее, так сказать, творчество. Напиши мне письмо, хоть две строчки всего, чтобы я иногда прочитать слов его, чтобы спеть о любви, просто так за душу. Россы – участники многих крупных общегородских мероприятий. Сейчас команда готовится к юбилею станицы Гостогаевской. Планируют выступить с часовой программой, но не исключено, что концерт может затянуться по инициативе зрителей. Продолжение следует...